основной фактор ваших проблем заключается в том что мы практически мало кто из вас я надеюсь что подавляющее большинство все-таки будет делать но мне кажется что в первую очередь вы должны делать домашку вот это основная проблема которая вас всех убивает итак давайте сейчас поговорим вообще как уйти от человеческого фактора первое для того чтобы уйти человеческого фактора в первую очередь что вам нужно вам нужно естественно делать каждый день на протяжении многих лет видите каждый день я делаю домашку неважно это по одному инструменту по 5 инструментов по 10 инструментов фактор что я делаю домашку давайте на картиночке нарисую представьте себе у вас есть так давайте мы сейчас прямо по картинке пойдем и вы увидите что такое внутренневная торговля и что самое главное должно быть на внутреннюю трубу представьте себе что у нас есть от 60 но слава богу давайте если мы торгуем евро то по евро у нас нету больших спредов текущая цена давайте возьмем круглую цифру 116 а вот здесь вот сейчас где-то мы болтаемся один пятнадцать восемьдесят буду использовать круглую цифру что у нас получается до уровня у нас получается приблизительно 20 пунктов смотрите внимательно сюда 60 20 у нас получается что инструменту чтобы пройти подойти к уровню к нашему безопасному нам надо пройти третью часть это то есть 30 процентов от ара уже пройдет смотрите дальше стоп по евро приблизительно 15 то есть что у нас получается что у нас получается что у нас в таре 4 стопа если вы здесь уже прошли больше двух вернее больше одного стопа и у нас остается вот здесь вот всего 40 пунктов посмотрите внимательно вот эти две цифры это показывает что мы даже не можем получить три к одному видите посмотрите внимательно нет на свечной анализ нельзя переключить потому что я не торгую на свечной анализ бары всегда более понятно чем свечной анализ то есть что у нас получается если видите я вам математически объясняю да не просто на пальцах да как кто-то говорит это плохо я вам объясняю математически если вы находитесь далеко от уровня вы можете не вписаться в это что это значит смотрите внимание это значит что когда вы заходите например в какую-то любую точку например вверх или вниз вы должны понимать что у вас всегда останется минимум соотношение 3 к 1 минимум если у вас очень большие стопы то вам будет очень тяжело забирать теги вот это и есть очень большая проблема чем заключается домашка 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 как раз то что мы сейчас делаем она не заключается в том что мы должны брать каждый инструмент идти по каждому инструменту и находить инструментов которые адекватны какую-то понятную хорошую точку входа которую мы можем куда-то прилепить вот евро что вы здесь можете получить если на девки по евро по 1561 стоит уровень поддержки вот элементарно что ответ ничего поэтому когда вы видите как картинку которая абсолютно не в адеквате не забывайте одну вещь она может рвануть например вот как здесь ниоткуда да может но это же случайность это не закономерность мы же пытаемся торговать не случайности закономерности что такое закономерность эта картинка которая как минимум дает больше положительных сигналов положительных имеется ввиду сигналов на вход чем отрицатель практически все ваши картиночки это стихийные какие-то картиночки из-за этого вы на дистанции не научитесь зарабатывать деньги вы не научитесь зарабатывать смотрите что происходит с JPY я только что вам показал картинку задал просто показал картинку где инструмент после очень сильного прохода не откатывается вниз обычно если инструмент после очень сильного движения не откатывается вниз значит в инструменте сидит какой-то очень сильный игрок один минус конечно на форексе это то что таких картинок супер много не бывает точно такая картинка была по турецкой лире но у нас компания реализована Gerchikenco Stoxx понимаете это Gerchikenco Stoxx может вам дать возможность торговать именно акции так смотрите внимательно если вы видите что инструмент идет и не откатывается вниз в этом инструменте есть очень хорошее накопление которое дальше поведет его вверх то есть у нас был дан сигнал чуть чуть выше этого уровня потому что когда я делал домашку он торговался чуть чуть выше но вот смотрите внимательно вот я вам сейчас покажу вот давайте посмотрим high 113.78 то есть практически вы видите что инструмент видите откатывается вниз и тут же идет на так называемый ближний ретест вот картиночка когда инструмент идет к уровню возле которого он был да это называется ближним ретестом видите то есть у вас элементарных вещей нету если вы посмотрите там перейдете на часовик например да то вы увидите да смотрите как красиво раз ударились два ударились смотрите видите вот а потом спокойненько пошли то есть вы себе первое идентифицировали точку входа и идентифицировали направление почему потому что инструмент не откатывается вот в этом и состоит ваша самая большая проблема вы не учите теоретическую базу вы лезете пытаетесь торговать инструменты которые вы не понимаете вот примеры сценариев на американском рынке так вот здесь видите человек полностью описывает то состояние что он будет делать у этого человека должны абсолютно отсутствовать эмоции что происходит с вами ну домашку можно пробовать и вот ответ один по поводу маркина как они будут делать домашку без т.с. домашку можно делать без торговой системы нужно просто понимать что вы делаете а торговую систему потом выстраивать относительно того то что вы делаете вот смотрите я просто показываю это привет пример домашки когда вы делаете домашнее задание торгуете вы Убираете человеческий фактор Например, вот у вас, смотрите Стоит цифра 527 То есть 527 это уровень И дальше вы себе описываете, почему Вы уходите от человеческого фактора И пытаетесь именно прийти К тем картинкам Элементарным, да, которые вы понимаете То есть здесь понятно Человек будет сидеть и ждать Своей точки входа До тех пор, пока мы не подойдем К этой точке входа и не пойдем вниз То есть, вот пока до 527 Видите, текущая цена 548 Пока до 527 мы не дойдем Да Этот человек не будет дальше Брать вообще эту Акцию, идем дальше Смотрите внимательно Apple Это старая картинка А еще до этого вот До Сплита, посмотрите внимательно, видите Здесь торгуется LP-Long И человек объясняет, почему То есть, ложный пробой LP это ложный пробой То есть, вот он определил этот уровень Видите, уровень абсолютно хороший И дальше себе описывает Почему он будет торговать ложный пробой Почему в этом инструменте Возможен ложный пробой Примерно, видите, инструмент очень много прошел С 320, например, там до 220 Это получается 35% Очень быстро подходит Дали ретест И мы понимаем, что этот уровень Будут останавливать Вот это очень важный вопрос Это очень важный вопрос Теперь давайте я просто вам попытаюсь На пальцах объяснить Для того, чтобы делать умозаключение О котором вы Сейчас не понимаете Первое Домашка Полностью описанная домашка Что делаем, когда покупаем Когда выходим Почему выходим Зачем выходим Прямо вот Вот такие бумажки Видите, когда бывают плохие дни Видите Вот Я могу своим студентам Вот такую вот Хрень нарисовать Или когда там хорошие дни Могу сердечко нарисовать Вот смотрите Видите Сейчас я вам покажу У меня все заранее готово Видите US закрыто Будьте осторожны То есть, что я делаю Я убираю полностью человеческий фактор Я понимаю одну вещь Что как только я начинаю торговать С рынка То есть, как только я Буду Торговать то, что я не понимаю Я потеряю деньги И Очень важно Очень важно Именно это учиться Базовым вещам Вот как делать домашку Где проводить уровни Как правильно понимать направление Для этого я и делаю все вот эти видео Как только вы начнете По сути дела Делать нормальный сценарий Мой совет один Вот просто Недели две Или даже может месяц Не торгуйте Просто Не торгуйте Да Вот это очень важный фактор Две недели Просто когда поделаете домашку Посмотрите Как ведут себя инструменты Как ведет То или иной инструмент То есть, как они идут Что они сделали Просто выписывайте себе Идеи Идеи Да Которые Вы Так или иначе Понимаете Вот это очень важный фактор Это понимать В какую сторону пойдет инструмент Когда у вас будет уровень Когда у вас будет направление Движения инструмента Вот тогда Вы можете пробовать Различные точки входа Смотрите Что и с чем у вас происходит Большая проблема Вы садитесь торговать Сразу идут какие-то большие цифры Вы сразу там много покупаете Вы сразу хотите Купить все и сразу Такого не бывает Поэтому задача номер один Домашка Сценарий Направление Точка входа Стоп Вот это Самое главное Спасибо за субтитры Алексею Дуброва